Давайте посмотрим, что сейчас с картой войны. Напоминаю, эту карту предоставляет Американский институт изучения войны. Российские войска бросили силу на захват Северодонецка и Лисичанска, чтобы потом объявить о полном освобождении, так называемом, Луганской области, как раз в анализе Американского института изучения войны. Это сказано сейчас, как раз видите на своих экранах, эти горячие точки зеленым, они обведены. После понесенных потерь в Северодонецке у российских войск вряд ли будут силы на захват значительной территории Донецкой области, так же говорят аналитики института изучения войны. Силам Российской Федерации, как говорят эксперты, мешает рельеф местности. На Донбассе у них возникнут проблемы при форсировании реки Северский Донецк, кстати, уже не единожды подобное происходило. Белогоровка стала проблемной точкой для вооруженных сил Российской Федерации. Проблемы возникнут при форсировке Северского Донца, там хотят завершить окружение Северодонецка и Лисичанска. И далее уже продвигаться к западу от Лимана в направлении Славянска как раз. Вот о чем сейчас говорил Алексей Мацука о жизни этого города в своем материале. Российскому командованию сложно формировать достаточные силы для наступления. Моральный дух мобилизированного личного состава, говорят в Институте изучения войны, очень низкий. Что факт. Маловероятно, что принудительная мобилизация, которую хотят сделать, уже, кстати, проводят негласно. Что она создает значительную боевую мощь. Опять-таки, так считают эксперты. Если говорить конкретно о Славянске, наступление на город с юго-востока от Изюма, от западу, от Лимана, идет очень медленно. Достижение успехов там в ближайшее определенное время маловероятно, поскольку военнослужащие Российской Федерации поставили в приоритет взятие как раз Северодонецка и ущерб другим как раз направлениям. И вот одно из направлений, которое как раз в ущерб взятию, это Херсонская область. Херсонская область постепенно освобождается вооруженными силами Украины. Постепенно каждый новый город, над ним поднимается украинский флаг. Естественно, я сейчас не буду говорить, какие конкретные города. Это запрещено, это только прерогатива генерального штаба вооруженных сил Украины. Но постепенно военнослужащие украинские подбираются под Херсон, подбираются под украинский город, где происходит противостояние российской армии мирными протестами, митингами с украинскими флагами и не только. Возвращаемся к Донбассу. Российские войска продолжат штурм Северодонецка и Лисичанска, чтобы получить контроль над Луганской областью, считают в Американском институте изучения войны. По сообщениям Сергея Гайдая, глава Луганской областной военно-гражданской администрации, сейчас вооруженные силы Украины дают серьезный отпор российским войскам в Северодонецке. Также есть информация, что постепенно вооруженные силы Российской Федерации продвигаются, движутся вокруг Авдеевки. Контрнаступление ВСУ вооруженной силы Украины на северо-западе Херсонской области, вот сейчас возвращаемся к югу Украины, оно оттеснило вооруженные силы РФ к восточному берегу реки Ингулец. Сейчас видите как раз тоже на своих экранах. И российские наземные пути сообщения вдоль трассы Т-2207 продолжают уничтожать. Ну, тут ее не сильно видно, Т-2207, но, скажем так, она вот как раз в районе, который постепенно освобождает вооруженные силы Украины. И добавлю, что Кремль сейчас проводит оккупационные меры на юге Украины как раз из-за сопротивления украинцев и нерешительности в вопросе интеграции вот этих вот регионов, естественно, интеграции в скобочках этой временно оккупированной территории. Ну, если говорить опять-таки про Харьковщину, видим сейчас территорию, которая была освобождена вооруженными силами Украины. Напомню, что ВСУ там уже вышли на границу с Российской Федерацией. И также Генштаб ВСУ говорил, что ночью были обстрелы Сумской области, Черниговской области с территории Российской Федерации. Сейчас видите как раз эти две области на своих экранах, как говорят в Генштабе ВСУ, в местных областных военно-гражданских администрациях. Слава Богу, пострадавших нет. Это уже, скажем так, хорошо.